Тестостерона, пропионат, дорогие друзья. Тестостерона, пропионат, это, наверное, самый известный тестостерон, вид тестостерона, который, ну, есть свое время, я не знаю, очень много, если вы застали этот бум макачков, очень много про него говорили, как курс для новичка. И тот человек, который когда-нибудь чуть-чуть пробовал анаболические стероиды, просто для себя, может быть, чтобы чуть-чуть подкачаться, или вот на волне моды на анаболические стероиды, в свое время она такая была, сейчас все-таки, я думаю, что спала. Вот он, соответственно, скорее всего, колол себе либо пропионат, либо мятан ел. Ну, мятан советовали качки спортзалов тогда. Часто, как бы, у них не сильно выросла информативность их, да, их знания качков в таких особенно подвальных качалах из какого-нибудь Выхина. Ну, и, соответственно, конечно же, как бы в то время, тем более, тем более, не блистали люди знаниями и, конечно, могли посоветовать не там. В этом плане пропионат, конечно, лучше, потому что, конечно, люди не контролируют прием препарата. Да, и с пропионата, когда вы сойдете, ну, у вас будет хотя бы только одна проблема в гипогонадогизме, таком приобретенном на фоне анаболических употреблений, анаболических стероидов, и все. Но, однако, что хочется здесь заметить. Это та же форма тестостерона, и вот те видео, которые я снимал, здесь появятся про, соответственно, инантат, цепионат. Вот лучше всего смотреть видео про цепионат. Там все то же самое, потому что это просто самая короткая форма из популярных. Конечно, там есть суперкороткие, но я про них, наверное, даже видео не буду снимать, не знаю, посмотрим. То есть, ну, из популярных вот есть инантат, цепионат и пропионат. И вот пропионат – самая короткая форма тестостерона. Дальше мы рассматриваем его в рамках того, что это наиболее близкий тестостерон, который вырабатывается у нас. И, соответственно, ну, смотрим все плюсы и минусы, да, приема именно конкретно тестостерона. Есть мнение у качков тоже в спортзалах, они вам будут рассказывать, что он якобы меньше, чем цепионат, конвертируется в эстрогены, что он там лучше сушит и прочее. Все это чушь собачья. Конвертируется также, просто есть у людей вообще, понимаете, там от генетики зависит, и конвертация, в принципе, тестостерона в эстрогены у людей не одинаковая. И любой, ну, по крайней мере, врач уж, который работал, провел через себя, ну, хотя бы сотню пациентов на анаболическом, на курсе анаболических стероидов, он подтвердит, что это видно даже вот исходя из собственного клинического опыта, что вот всем поставили по 250 какой-нибудь группе людей, а конвертация в эстроген у всех совершенно разная. Поэтому тут уж наверняка не угадаешь, и не нужно, соответственно, шишки на попе растить, использовать только тестостерон пропионат, если у вас, соответственно, долгий длинный курс. Почему шишки на попе? Ну, потому что это масляный раствор, рассасывается он плохо, ну, как, он, наоборот, быстро рассасывается, ну, вы сразу, так как, соответственно, колодца нужно часто, он же короткий, и через день в основном колется, вот, все равно это не плохо рассасывается, как и все масла, как и все эфиры тестостерона. Опять же, я просто сравниваю, ну, с физраствором сравните, да, то есть физраствор вообще не почувствуете, а, соответственно, масло вы чувствуете короткое, да, быстрее рассасывается, но, соответственно, шишек на этом фоне больше, потому что вы чаще колетесь. Длинное масло типа цепианата, оно дольше рассасывается, логично, да, но, тем не менее, из-за того, что инъекции более редкие, и между инъекциями можно очень хорошо помассировать, и напишите мне в комментариях, если вы хотите, мы про это отдельно снимем выпуск о всех этих, соответственно, масляных новообразованиях, которые могут появляться. Вот, и, соответственно, вот таким образом, за счет длины, короткого количества введений за счет длины масла можно избежать этих шишек. С пропиком же это совершенно не так. Ну, такие дела, дорогие друзья. Задавайте свои вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал, и давайте, соответственно, следите за своим здоровьем. Субтитры сделал DimaTorzok